Ммм, какая приятная, холодненькая. Ее бокал полон иксов. И давайте распаковывать! Всем привет! С вами Наташа Берсик, и в этом видео я сделаю обзор куклы Барби, которая собирается заниматься спа-процедурами, и косметики Glam Glow, которая вышла в коллаборации с Барби. Сегодня мне прислали рассылку с этой куклой и косметикой, и я так вдохновилась, что решила снять для вас спонтанный обзор. Надеюсь, вам понравится подобный формат, видео без сценария, но пока я вдохновлена и рада всем этим баночкам, я решила поделиться этим настроением с вами. О коллаборации бренда Glam Glow и Барби я рассказывала вам в одном из дайджестов. Glam Glow это косметический бренд, который в основном известен своими масками для лица. Маски этого бренда у меня уже есть, и вы часто спрашиваете, что за красивые коробочки стоят у меня на фоне. Это маски Glam Glow, которые были выпущены в коллаборации с My Little Pony. Ну а теперь пришла очередь Барби, и в инстаграме Barbie Style появились прекрасные фотографии, где кукла Барби в своей ванной комнате наносит масочку Glam Glow. И еще там есть фотографии, где куклы созваниваются по видеосвязи, и все они в масочках Glam Glow. В реальности эта маска находится вот в такой большой и красивой коробке. На ощупь она очень приятная, виниловая. На белом фоне мы видим символы, изображающие куклу Барби. И другие символы. Это символ Барби, надпись XOXO, которая обозначает целую, обнимаю, звездочки, сердечки. И все это разноцветное и нарисовано в очень красивом стиле. Наверху надпись Барби, Голливуд Калифорния, Glam Glow и очаровательное сердечко, где указано, что это ограниченная серия. Также на коробке указано, что эта маска подходит для проблемной кожи, улучшает кожу, скрывает поры и придает лицу матовость. Сразу скажу, что маски Glam Glow, хоть и очень дорогие, они действительно хорошие, и мне они нравятся. То есть здесь не чистый маркетинг, есть еще и польза. Ой, ну какая красивая внутри подложка. Вокруг баночки надписи Glam Glow, Барби, сердечки и звездочки. Сердечко, я так понимаю, символ Барби, а звездочка символ Glam Glow. Баночка внутри холодная, приятная на ощупь, и выглядит очень похоже на баночку с инстаграма Barbie Style. Розовый цвет, невероятно красивый, посмотрите, как он переливается. На крышке силуэты Барби, и вверху на ней звездочка, тоже выглядит очень красиво. Открываем крышечку, снимаем внутреннюю крышечку, и видим серую маску. Нет, она не розовая, как вы могли подумать. Она точно такая же, как на кукольных фотографиях, серенькая. Она довольно сильно пахнет, и для меня это запах ментола и глины. Пожалуй, в конце этого видео я нанесу маску и буду прощаться с вами во всей красе. Во второй коробочке не маска, это увлажняющий крем, который придает лицу сияние. Это средство я уже опробовала. Перед съемками я нанесла его на лицо, перед нанесением тонального крема. И это придало моему лицу сияние, которое сейчас очень популярно. Признаюсь честно, я сама к такому сиянию еще не привыкла. Я обычно стараюсь запудриться так, чтобы лицо вообще не блестело, но буду осваивать новые модные веяния. И находится эта красота вот в такой розовой коробочке. На ней тоже силуэты Барби, блестящие, переливающиеся. По бокам коробочка серебристая. В общем, все красиво, как всегда. И называется средство Glow Starter. Раскрываем. Баночка с серебристой крышкой, на ней силуэты Барби, и наверху на крышке розовая звездочка. И вот так Glow Starter выглядит внутри. Субстанция персикового цвета, которая очень вкусно пахнет клубничным йогуртом. И сейчас постараюсь на сводче на руке показать вам, как выглядит то самое сияние. Сияй, сияй, сияй. Ее бокал полон иксов. В общем, вот такая красота получается. Еще в рассылке была вот эта повязка. Она выполнена из очень приятного на ощупь шелковистого материала, с бантиком, с такими же символами, как на упаковках масок. И в точно такой же повязке кукла Барби в инстаграме Barbie Style. Ну и, наконец, переходим к кукле. Она выпущена сама по себе, не в коллаборации с брендом Glam Glow. Ее добавили в рассылку, потому что она подходит по тематике. Это игровая кукла Барби, которая устроила себе спа-день. То есть у нее банный день, она будет делать себе всякие масочки, уделять время себе и наслаждаться этим. Компанию ей составляет щенок, и на арте она изображена вместе с ним. Обратите внимание, что на арте у куклы другого цвета полотенце. Лежанка-щеночка тоже другого цвета. И напишите, вы сразу догадались, что это за круглые шарики у нее на подносе? Я, честно говоря, не сразу поняла, что это бомбочки для ванны. С обратной стороны фотография куклы и аксессуаров, которые идут в комплекте. И давайте распаковывать! На заднике мне нравятся зеленые растения, и сразу бросается в глаза то, что кукла шарнирная. Игровая и шарнирная. Это очень здорово. В комплекте с ней много аксессуаров, которые мы сейчас с вами будем рассматривать подробнее. Ну что, очень милая Барби в платье из полотенца, с повязочкой в цвет. Кстати, повязка выглядит менее аккуратно, чем на фотографии на коробке. Но в любом случае, мне все нравится. Нравится такая тематическая куколка. Ее даже хочется посадить в ванной комнате. У куклы Молд Милли. Это молд, который сейчас используется для игровых кукол Барби. У нее голубые глазки, розовая помада и видны зубки. Да, у куклы Барби помада есть даже в ванной комнате. И, кстати, на мне сейчас тоже розовая помада Барби. Это коллаборация с брендом Мак. Я обожаю эту помаду и этот розовый цвет. Для того, чтобы было удобнее делать масочки и ухаживать за лицом, волосы куклы собраны в высокий хвост. Они очень мягкие и приятные на ощупь. Внизу волосы слегка подкручены. Полотенце куклы голубого цвета, с контрастной розовой каймой вверху и по краям. На ощупь оно мягкое и похоже на стандартное махровое полотенце. Вверху это платьице на прозрачных бретелях, а с передней стороны есть липучка. Ее можно расстегнуть и снять это полотенце. И таким образом выглядит тело куклы. На нем есть молдированные трусики. На ногах розовые тапочки с бантиками. Они закреплены на ножках с помощью прозрачных резинок. Их снимать я не буду. И таким образом выглядит подошва. Она рельефная и с символами B, обозначающими Барби. Очень хорошо, что кукла шарнирная, потому что ее можно посадить. Ее руки можно поднять, поднести к лицу. Есть шарниры даже в кистях. Все это открывает простор для игры и для фотографий. В комплекте много аксессуаров, в том числе щетка для массажа. Такие щетки сейчас очень популярны. У меня есть подобные. Она голубого цвета и щетинки окрашены в контрастный белый цвет. Из-за этого щетка выглядит вполне реалистично. К сожалению, на ней нет держателя для руки куклы, а изначально она была закреплена на руке с помощью прозрачной резинки. Далее хочу показать вам щеночка, который составляет компанию Барби в этих спа-процедурах. Щенок выполнен из двух типов пластика, то есть тело более матовое, чем голова. И мне показалось, что щеночек немного грустный. Возможно, он хочет гулять и резвиться на лужайке, а не вот это вот все. Да-да, для щеночка тоже существует маска с огурцами. Эта маска выполнена из картона и к ней прикреплена резинка. То есть, мягко говоря, аксессуар недолговечный. Еще в комплекте вот такая подушка, которая лично у меня ассоциируется с перелетами и подушками для сна. Но в данном случае это, вероятно, подушка для релаксации в ванной. И подходит она как щеночку, так и самой кукле. Кстати, выполнена она из податливой резины, внутри полая, и поэтому она действительно похожа на подушку, хорошо проминается. И для куклы также есть вот такая масочка. Таким образом она выглядит на ней. То есть, все время с передней стороны тоже видна резинка. На промо-фото эту резинку размещали по-другому, и с передней стороны ее видно не было. Еще один аксессуар из картона, это журнальчик. Кстати, надписи на нем не на английском языке, а почему-то на латинском. Рисунки есть только с передней стороны, с обратной стороны просто картон. Таким образом выглядит поднос с бомбочками для ванны. Бомбочки просто окрашены на этом подносе, и они пастельных цветов. Жалко, не сделали пористую текстуру, чтобы, как на арте, это было больше похоже на бомбочки. Также в комплекте свеча для релаксации. Она, конечно же, не настоящая и пластиковая. И миленькая уточка. Какие кукольные банные процедуры без уточки. И еще в комплекте мягкий коврик, на котором можно разложить аксессуары и посадить щеночка. А сейчас я сниму с себя тональное средство и нанесу маску, как и обещала. Какая приятная, холодненькая. Ну все, теперь я вылетая Барби из инстаграма Barbie Style. Сейчас масочка будет подсыхать, немножечко меняться в цвете. Она немножко щиплет, не пугайтесь, это так и нужно. Я ее буду держать примерно 20 минут. Ну а пока буду с вами прощаться. Мне очень понравилась эта рассылка и снимать это спонтанное видео. Надеюсь, вам тоже было интересно. Если это так, то не забудьте поставить лайк. И пишите в комментариях, как вы относитесь к игровым куклам. Я знаю, что многие коллекционеры любят приобретать каких-то игровых кукол по определенной тематике. И я рада, что среди игровых кукол в том числе есть шарнирные, как эта куколка. Чаще улыбайтесь, любите котиков и любите себя. Устраивайте себе дни релаксации и ухода за собой. И, честно говоря, мне все сложнее говорить, потому что маска начинает засыхать. Поэтому всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok